Всем привет! Это вторая часть серии о 12-й международной выставке на ВИТЭХ и 32-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне форум-экспоцентра в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Участие в выставках способствует обмену инновационными технологиями, заключению новых контрактов. Обширная деловая программа недели позволила детально и компетентно обсудить самые актуальные вопросы развития отрасли. Неделя проходит при поддержке Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства связи под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Пассивная часть оптической сети. Оптоволоконная, да? Да, оптоволокно, зажимы, кронштейны для протяжки физического... А кабель тоже производства в России, что ли? Кабель, это Южкабель, это Харьков. Книга Южкабель. Где находится у нас этот завод? Харьков. Харьков. Завод, это Южкабель, это даже неизвестный завод. Раньше больше снимался лэмкабель, сейчас все и оптические кабели. А под маркой Волсит мы изготавливаем, продаем изделия, такие как оптические муфты и арматуржные трубки. Да, это все. Друбкируется. Волсит пока хорошо пробуется. Да никак, это так называется. СНГ, первый завод, который начал делать вот данную конструкцию. То есть, на самом деле, там есть зарубежный завод, да, но на территории СНГ, да, бывшего СССР, это первый завод, который приступил к данной конструкции. То есть, до этого были громоздкие кабели, которые, во-первых, они дорогие, во-вторых, монтажи тяжелые, и, в-третьих, вся вот линейка, на что его прицепить, да, арматура, то есть они, как бы, экономически невыгодные для построения, допустим, в селах, да, для доступа к интернету людям, которые живут в селе. То есть, для этого всего надо сделать дешево, легко и быстро, да, да, и, да, поэтому вот эта разработка, сейчас многое производители, которые на данный момент, скажем так, повторяют, да, продукцию, грубо говоря, это соединители, да, оптика, тут приваривается, приваривается. Оптика сюда волокно приваривается, и здесь уже дальше распределяется между абонентами. То есть, как разветвитель, да, применяется? Разветвитель, грубо говоря, да, только оптический. Это и есть разветвитель. А вот это у нас есть, это что, заглушка, да? Нет, это зажим, это зажим для определенных видов кабеля, более тонкий. То есть, он наматывается, ну, давайте мы его поставим. Да, ну, это как бы такое специфическое изделие. Да. Спасибо за информацию. Коллектив компании «Феникс» начал свою историю в 1998 году. Именно тогда была поставлена задача создания сети спутниковой связи российского оператора – Красноярское конструкторское бюро «Искра». Предприятием выполнена разработка самонаводящихся антенных систем и спутниковых модемов. В состав предприятия входят сборочные и производственные участки, материальное обеспечение которых позволяет производить серийно разрабатываемые изделия. Созданы и успешно эксплуатируются спутниковые сети Си, Ку, Ка диапазонов центральной станции сетей, построенные в Дубае, Москве, Красноярском и Хабаровском крае. Количество развернутых абонентских станций превышает 25 тысяч. Предприятие имеет современный лабораторный комплекс, предназначенный для проведения научных исследований, разработки и испытаний экспериментальных образцов – радиоэлектронные аппаратуры. Лаборатория оборудована измерительной техникой, обеспечивающей проведение высокоточных радиотехнических измерений. Предприятие также проводит испытания изделий на устойчивость к внешним воздействиям. Имеются оборудования, позволяющие создавать отдельные виды климатических и механических воздействий. Маршрутизатор спутниковый ЯР-1040 применяется в составе земных станций спутниковой связи. Изделие выполняет функции спутникового модема, совмещенного с маршрутизатором IP-пакетов. Изделие предназначено для организации каналов точка-точка в спутниковых сетях связи. Компания Квайер осуществляет проектирование, разработку, производство и поставку аксессуаров для электронного оборудования, пультов дистанционного управления, источников питания, мультимедийных и телекоммуникационных кабелей, переходников и элементов питания. Компания Квайер осуществляет поставку комплектующих для производства и сборки электронного оборудования, коммутационные, активные и пассивные электронные компоненты, крепежные и сборочные изделия, корпусные элементы. Компания Квайер осуществляет разработку дизайна, подготовку пресс-формы и производство пластиковых изделий методом литья под давлением, корпуса для электронного оборудования, сборочные и прочие пластиковые элементы. Компания Квайер осуществляет производство пластиковых изделий методом литья под давлением, комплектующих изделий методом литья под провесенняя под открытой рейкилосказmittel. Используясь пластиковых изделий методом литья под havил и Holland Islander Being The Shared под are full flashes of the beautiful by themass zodiac apparently built име underneath the 1800s. Конечно, Значит, вы официальный директор, вот ваша производительность, да? Ну, я один из существителей, да. В России, наверное, фактически нет. Компании, которые умеют производить изделия из пластика с видовыми требованиями, видовых изделий. Что такое видовое изделие? Это электроника, которая у людей стоит на столе, рядом с телевизором, на видном месте. Все умеют производить вешелки, ведерки, баночки и так далее. Это в России очень много. Делать видовые стили, в России, к сожалению, практически никого нет. И у тех, кто здесь выставляется, большинство, у них здесь проблема с тем, чтобы найти компанию, которая могла бы сделать это в России. Если покупают либо в Китае, либо живут с тем качеством, которым придется. Да, вот что-то важно. Вот я смотрю, корпус очень под мини-компьютер похож, и аудиоплееры мини есть такие. У китайского производства. Это вы сами делаете. Этот корпус делан у нас на предприятии, да. Это для питья и приставки, для цифрового телевидения. Это натуральное импортозамещение. Вот с Китая можно не заказывать, просто к вам обращаться. Самое интересное, что у нас цены получаются дешевле, чем делать в Китае. Делать у нас это дешевле, чем в Китае. Это Wi-Fi какая-то. Это Wi-Fi. Соответственно, первое мы делаем в России, второе дешевле, чем в Китае. И третье, с качеством сопоставим или лучше. Плюс мы не только открываем изделия, мы делаем корпусную порту. Мы можем собирать это изделие полностью, прошивать, диагностировать, комплектовать его аксессуарами, кабелями, литами, как же производим пульты, кабели, двухпечатания, пикировка, брендирование, нанесение нужно благотипов, нужно печать, упаковка и отправка. То есть, соответственно, наш клиент, он может приходить нам только с печатной платы. И все остальное мы возьмем на себя, испечиваем ему полный цикл. Начинаем с портфиксировки, заканчивая отгрузкой по регионам. Уж обычные клиенты всякие рук телекома, там 50 миллиардов, мы спокойно можем отправить. Предприятие SCART осуществляет свою деятельность с 2000 года. Благодаря собственной материально-технической базе, новаторским идеям и потенциалу сотрудников предприятия, им удалось достичь уровня импортозамещающей продукции, отвечающей высоким требованиям и качеству, внешнему виду и функциональным возможностям производимого оборудования. Основные виды производимых изделий компании SCART это многоканальные транспонаторы частоты в диапазоне от 9 кГц до 60 кГц, радиоприемные устройства в диапазоне частот от 9 до 110 ГГц, элементы антеннофидерного тракта и антеннофидерных систем в диапазоне от частот 9 кГц до 110 ГГц, измерительные антенны в диапазоне частот от 10 Гц до 110 ГГц, комплексы радиомониторинга и радиотехнической обработки сигналов, диапазон частот от 9 кГц до 60 ГГц. Радиоприемное устройство SC3R диапазона частот от 900 МГц до 26 ГГц осуществляет прием, частотную селекцию, усиление и демонуляцию сигналов с аналоговой и частотной модуляцией. Антенный коммутатор диапазона частот от 0 до 26 МГц КАТ-00Х предназначен для подключения к каждому из двух независимых приемных устройств или анализаторов спектра до четырех различных антенн. Антенный разветвитель ПАТ-00Х диапазона частот от 500 кГц до 2 ГГц предназначен для подключения одной антенны ко входам двух измерительных устройств и анализаторов одновременно. Серия прецизионных согласованных волноводных нагрузок малой мощности ПТМ-01 предназначена для частот диапазона от 2,6 ГГц до 40 ГГц. Оконцовка нагрузок осуществляется различными типами фланцев. Пассивные широкополосные антенны AS4-321, AS4-322 предназначены для приема и передачи линейно-поляризованного сигнала диапазон частот от 1 до 18 ГГц. Рекомендованы для использования в качестве облучателя параболических и оффсетных антенн, а также антенн Касси Горина. Широкополосная пассивная спиральная антенна P6-333 и широкополосная измерительно-активно-пассивная антенна P6-333M предназначены для приема сигналов круговой поляризации правого и левого вращения в диапазоне частот от 500 кГц до 26 ГГц. Широкополосная измерительная беконическая антенна P6-172 предназначена для приема и передачи линейно-поляризованного сигнала диапазона частоты от 300 до 1 ГГц. Сателл поставляет решение беспроводной передачи данных для автоматизированных энергосистем под ключ или по частям в зависимости от пожеланий заказчика. Поставка под ключ содержит все необходимые для создания полностью работоспособной сети передачи данных и при необходимости включает в себя другие технологические решения с применением радиомодемов. Радиомодемы являются наилучшим решением для систем, требующих высокой надежности и безопасности. Любые формы производства энергии – ГЭС, ветряные электростанции, ядерные электростанции, ТЭЦ – предполагают вероятность возникновения критических ситуаций, при которых радиомодемы могут быть очень полезны. Беспроводная передача данных может быть использована, например, для мониторинга окружающей среды, контроля данных технологического процесса и управления технологическим процессом. Продукты Сателл поддерживают последовательный интерфейс Ethernet, а также дискретные сигналы. Вот вывод. Примерами широкого спектра протоколов передачи данных поддерживаемых Сателл являются ESC 60870, ESC 61850, Modbus и Profibus. Сети радиосвязи Сателл позволяют осуществлять удалённый мониторинг при помощи запатентованных систем мониторинга NMS и SNMP. Операционная система Linux и модульная конструкция радиомодемов Сателл Лар позволяют заказчикам интегрировать в радиомодем их собственные приложения. Сеть дистрибьюторов Сателл охватывает более 100 стран мира. Радиомодемы Сателл Лайн уже доказали свою надёжность от Авереста до атомных электростанций и от автомобильных профессиональных гонок до сбора телеметрии в аэропортах.